Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей моего канала и сообщить, что сегодня мы вновь уходим в ночной обзор с Алексеем Лушниковым. Алексей, здравствуйте. Да, Маш, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши ночные люди. Сегодня мы в ночном дозоре, ибо ночью, как известно, проходят самые, что называется, истинные пути. В момент спокойствия можно воспринимать информацию, ее очень точно для себя оформлять, принимать или отторгать, но, во всяком случае, делать какие-то важные движения по познанию. Не знаю, видели ли вы такой фильм под названием «Тень» с Олегом Далем в главной роли. Видели. Мы живем в совсем особенной стране. И все, что рассказывают в сказках, у нас бывает на самом деле каждый день. Стой! Куда ты? Кстати, если кто не видел из наших зрителей, всем рекомендую посмотреть. Вот там как раз еще задолго до появления игры «Мафия» звучали такие забавные фразы, когда наступает ночь, приличные люди ложатся спать, а все, значит, там какие-то там перечисленные другие категории просыпаются. Вот. Так что, перед тем, как мы с вами перейдем к делу, я бы хотела, безусловно, напомнить о том, что у вас есть прекрасные социальные сети, в которых вы каждый день даете важнейшую информацию. Это Facebook и Telegram, и я призываю подписаться на них. Это раз. Во-вторых, есть соцсети Европейского Петербурга. Это сейчас, наверное, самое важное и самое актуальное, животрепещище, я бы даже сказала. Потому что там, в этой колыбели, возникла идея полдня против Путина, идея принадлежит Максиму Резнику, и вот теперь она набирает обороты, и, я считаю, грозится стать самым основным черным лебедем во время мартовских ид. Итак, Алексей, я думаю, вы сейчас нам расскажете о новостях как из Ямы, так и о новостях Европейского Петербурга. Я знаю, что вы только что с Зум-конференцией, и я думаю, что мы сейчас узнаем все по горячим следам. В общем, вам слово, и порадуйте нас. Вы знаете, Ваш, ну вот я действительно сейчас особое внимание нашим зрителям хочу отнести вот к тем социальным сетям, которые вы назвали, которые есть в описании, где можно подписаться. Это и телеграм-канал мой, и Европейского Петербурга, и Фейсбук мой. Почему именно сейчас? Ну, просто остается уже совсем мало до так называемых выборов 17-го числа, которые должны пройти в России. И, конечно же, все 17-е число Ваш покорный слуга будет вести онлайн-репортаж, как что происходит и вообще, что видно на тех самых избирательных участках, о которых мы так много говорим в полке против Путина. Поэтому это очень важно, поскольку действительно та информация, которая будет, она будет стекаться в наши социальные сети, поэтому подписывайтесь, чтобы, в общем, объективно видеть ту картину, как выглядит вообще вот тот информационный фон, который происходит в день так называемых выборов в России. Ну, это такое прелюдия. А теперь давайте действительно к важному. Ну, во-первых, мне хочется призвать всех наших зрителей, которые находятся... Давайте так, я призову сейчас тех, кто находится в России, и кто будет, может быть, как-то задействован в избирательном процессе, придет на полдень против Путина, присылать свои фотографии, и присылать прямо в БОД, который будет создан в Европейском Петербурге. Вот, мы будем эти фотографии обрабатывать, публиковать, видео и так далее. Информацию присылайте, это важно. Второе, конечно же, я хотел сказать вот о том, что мы уже начали говорить. Мы сегодня, значит, долго думали и пришли к выводу, что то, что 29 сентября мы опубликовали вот этот проект «Полдень против Путина» в нашем Телеграм-канале. Мы хотим его немножко сейчас дополнить, и вот в воскресенье выходит эта информация, о которой я вам сейчас скажу. Что это такое? Мы хотим дополнить вот таким вот неким, собственно говоря, небольшим проектом, который назвали для себя, ну и для наших зрителей «Записная книжка». Ну, это действительно очень важный момент, потому что остается совсем уже немного до так называемых выборов, и наша главная задача состоит в том, ну, давайте говорить прямо. Каждого человека сегодня окружают те люди, которые, ну, может быть, в какой-то степени не до конца понимают степень важности происходящего в полдень 17-го числа. Может быть, просто, ну, отрешены от каких-то политических информационных забот, живут своей такой вот регулярной жизнью, им не до этого и так далее. Есть люди, которые не до конца понимают и являются объектами той самой пропаганды, которая в России, в общем, работает достаточно эффективно, и мы знаем то количество людей, которые в России действительно, ну, оно не поддерживает, может быть, Путина напрямую, но оно не знает, что делать. Ну, дезориентированы, назовем так, да, люди. Вот, поэтому наша «Записная книжка», в принципе, это попытка сделать одну простую вещь, чтобы каждый человек, который вот нас слышит, который наш человек, да, понимает всю степень важности полдень против Путина, взял свою записную книжку, которая у него есть в смартфоне, и что-то сделал. Понимаете, ведь каждого есть в этой записной книжке какие-то дальние и близкие друзья, у кого-то родственники, у кого-то еще кто-то. Мы в большинстве своих случаев даже не знаем какую-то позицию, которую этот человек на том конце вот этого самого смартфона, телевизионного провода, телевизионного, извините, у меня по Фрейду, телефонного провода, значит, несет в себе, да. И здесь мы предлагаем абсолютно разные формы действий. Ну, этот человек может просто позвонить. Ну, вы знаете, там, да, может быть, стоит потратить какое-то количество голосового времени по телефону для того, чтобы убедить человека, который тебе дорог, прийти в полдень 17-го числа. Он, может быть, не собирается, он, может, не понимает степневажности, но благодаря вашему телефонному звонку он оценит ситуацию и придет. Может быть, вместе с вами, может быть, отдельно. Смотрите, чтобы прогрессия была не арифметической, а геометрической, давайте просить людей, которые, как вы правильно говорите, единомышленники, чтобы они старались все-таки не одного человека, а двоих. Понимаете, вот кто-то, может быть, из наших зрителей, участников, понимающих, запишет свое селфи-видео, где своими словами, простым своим языком, нормальным, расскажет на этом селфи-видео, что он хочет. Ну, что почему надо прийти 17-го числа в полдень, понимаете? И разошлет это по своей адресной книге. Ну, не надо посылать, конечно, там, врагам и недругам. Вряд ли вы их с них можете убедить. Но тем людям, которые вам близки, которые являются, ну, вашими собеседниками, послать вполне можно. Слушайте, если не хотите записывать видео, возьмите свою какую-нибудь картинку. Вы знаете, я сразу же предполагаю, что там девушка, которая записывает селфи-видео. Вы же представляете, сколько ей надо времени, чтобы на прическу там покраситься там-то, чтобы хорошо выглядеть в кадре, да? Поэтому есть другие варианты. Можно просто взять фотографию Маши из какого-то своего, ну, может быть, немножко прошлого, где там человек отдает отчет тому, что ему ей нравится эта фотография. Или, может быть, какая-то героическая фотография. Или, наоборот, какая-то. И послать ее с тем текстом, понимаете? И мы даже вот там текст предлагаем в нашем таком вот небольшом обращении. «Место встречи изменить нельзя. Избирательный участок. Полдень 17 марта. Все, что угодно, кроме Путина. Понимаете, да? Вот любое ваше действие, кроме Путина. Кроме голосования за Путина». Место встречи изменить нельзя, избирательный участок, полдень 17 марта, все что угодно, кроме Путина. И знаете еще, что очень важно, что кто-то может пришлет собеседнику какую-то другую, не имеющую никакого к политике отношения фотографии. Может быть городской арт, какую-нибудь, знаете, фотографию интерьерную, может быть пришлет просто котика или собачку, но главное, главное, что текст для всех будет одинаковым. Вот что я предлагаю размещать на картинке. Вместо даже собственной фотографии, к чему так палиться, мало ли куда она еще может попасть. Я предлагаю сфотографировать за эти дни уже имеющуюся, приготовленную для этих целей арматуру, кирпичи, вилы, которыми надо выкорчевывать старые пни, как известно. Значит, наверное, какие-то средства борьбы с насекомыми, может быть аэрозоли для этого, соответствующие где-то в магазине, все для сада. Я предлагаю вообще посетить магазин «Все для дома», «Все для сада» и перестройка настоящая. Вот что нужно, вот давайте так, представим себе на строительном участке. Ну, каски, естественно, нужны. У кого есть возможность даже, может, какие-то небольшие легкие бронежилеты. Может, кто-то сможет справиться, знаете, прихватит с собой некое количество кирпичей, из которых нужно строить новую систему, которая будет, конечно же, справедливой и демократической. Ну, чтобы демонтировать вторую, исходя из того, что любую архитектурную конструкцию надо в любом случае сносить, но надо подумать, что кроме вилл и арматуры годится для этого. Может быть, есть люди, которые в этом гораздо более продвинутые, нежели мы с вами. Возможно, будут комментарии к нашему сегодняшнему эфиру, и они будут посоветовать, что еще можно размещать на этой самой фотографии. И, в принципе, там, наверное, нужна подпись, кроме тех слов, о которых вы сказали. Например, сделать этот набор из десяти предметов с предложением отметить галочкой те предметы, которыми уже удалось обзавестить. О виллах, которыми надо выкорчевывать старые пни перед тем, как устраивать великолепный ландшафтный дизайн, мне написала подписчица, за что ей большое спасибо. Я считаю, что это исключительно искрометно и остроумно. Вот, я предлагаю таких находок побольше. Это возможность сегодня постараться с помощью этой записной книжки убедить тех людей, которые в какой-то момент, может быть, еще сомневаются, еще не до конца понимают, как себя вести, как поступать и так далее. Понимая, что их приход, совершенно разрешенный законом, день голосования, в одно и то же время, это форма важнейшей политической, если вы хотите, борьбы, если какого-то политического участия в том, чтобы в стране, в России начались перемены. Это требование перемен. Это требование остановить войну. Это требование начинать беречь человека. Это ощущение некой важнейшей справедливости, которую любой человек сегодня может осуществить. И мы в данном случае, я говорю про Европейский Петербург, предлагаем людям сегодня сделать вот этот самый простой выбор, используя свою записную книжку, постараться убедить людей. Более того, хочу, Маша, вам сказать, вы бы сказали двух человек. Хорошо, пусть двух. Но я и соглашусь, я одного. Вот если какой-то наш зритель или наш с вами сподвижник сможет убедить одного человека, это будет просто замечательно. Я хочу акцентировать ваше внимание. Помните, как об этом говорил Алексей Навальный? Не стыдно сделать мало. Стыдно ничего не сделать. Вот поэтому я думаю, что, мне кажется, это очень важно. И записная книжка – это вот такой последний, важнейший аккорд перед 17 марта. И мы действительно призываем людей поучаствовать, провести вот этот, знаете, вот такой вот заплыв в свою записную книжку. Посмотреть, кто живет у вас в записной книжке. Кстати, это хорошая возможность и поудалять там многих, так сказать, совершенно понятных и очевидных балбесов, которые там собрались вследствие, может быть, или разговоров, или каких-то ответов, которые вы получите на ваши сообщения. Вот это мы предлагаем. И, мне кажется, записная книжка от Европейского Петербурга – это важно. Что ж, ну, давайте, значит, перейдем уже к нашим, значит, проектам в плане того, что же происходит сегодня в стране. Наша с вами программа и вот этот наш ночной такой вот дискурс – это, конечно, попытка посмотреть и оценить количество тех черных лебедей, которые все-таки парят вольно или невольно над Кремлем. И когда они в какой-то момент собьются в ледяный клинт, дабы дать тот набор ситуаций, вследствие чего рухнет путинский режим. Так вот, здесь я бы сегодня акцентировал внимание на нескольких вещах, которые, мне кажется, очень важны. Ну, во всяком случае, просто важными. Давайте так я не буду горячиться. Знаете, вот мне важно сегодня сформулировать некую одну определенную экономическую идею, которая все-таки, у меня есть ощущение, позволяет говорить о важных лебедях. Вот, понимаете, это пересмотр приватизации 90-х годов. Я не побоюсь, просто хочу, у тебя такие же какие-то тезисы здесь выписал, готовясь к нашей с вами программе. Мне кажется, очень важно это акцентировать внимание и рассказать нашим зрителям. Поскольку это проходит вот так, несколько, на фоне всех политических событий, вот так, краем, а это важно, поскольку это, конечно, политическое событие. Понимаете, вот еще в конце прошлого года, что в конце, в середине прошлого года Генеральная прокуратура России начала так или иначе управлять экономическим пространством России. Нет, ни экономисты, ни банкиры, ни какие-то там люди, которые имеют опыт организации производства или какие-то экономические знания. Нет, управлять стала Генеральная прокуратура. В чем заключается это управление? Ну, вот прежде всего мы помним по регулированию цен. Вот как только что-то, чего-то где-то, начинается, раз появляется история с регулированием цен, появляется прокуратура, которая приходит и говорит, что цены завышены и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это мы говорим почему? Потому что важно понимать, что цены формируются рынком и, значит, какие-либо другие здесь акценты силового воздействия, они просто являются формой отхода от рыночной экономики. Ну, это следующий этап. Давайте перейдем дальше. Параллельный импорт. Это было еще одно из детищ, которое начало управлять и контролировать прокуратуру. Почему, непонятно. Ну, генпрокурор достаточно много ездил по регионам и где-то, значит, выступал с теми или иными инициативами. Ну, будем считать, что это было и каким-то его определенным заданием. Почему это занималось прокуратурой, тоже никому непонятно. Ну, и вот, понимаете, этот год, он стал, конечно, очень любопытным вот в третьем своем проявлении. Это пересмотр так называемых результатов приватизации 90-х годов. Ну, не только 90-х, там еще, конечно, и позже. Но давайте акцентируем внимание на 90-е года. Дальше, значит, удалось прокуратуре, назовем так, изменить закон, добиться от Верховного Суда признания, что не существует, скажем так, срока давности тех преступлений, которые были совершены, по мнению прокуратуры, в 90-х годах. Ну, что это означает? Если раньше считалось, что преступление совершается по факту, ну, вот оно совершилось, там, в 90-е годы, неправильно приватизировали, или еще что-то сделали, там, и так далее. Это дата преступления. Так нет. Генпрокуратура добилась считать, это в Верховном Суде, кстати, что дата является преступлением. Это тогда, когда об этом узнал прокурор. Вот эти, он 35 лет ничего не знал, а вот сейчас вдруг взял и узнал. Поэтому дата совершена сегодня. Никого, мне абсолютно не волнует, что за это время могло поменяться, там, 3-4-5 владельцев. Кто-то продал, кто-то уехал, кто-то уже почил в воздух, понимаете, кто-то там еще где-то. И вот так вот, понимаете. И что это означает? Это означает, да, кстати, я хочу здесь даже напомнить, знаете, вот есть лояльность совершенно Путину, союз промышленников, российских промышленников и предпринимателей, который возглавляет товарищ Шохин, так более лояльного сложно себе представить структуры, да. Так вот, даже они сбилинились об этом. Они стали говорить, давайте, ну, хотя бы там, десятым годом, чтобы было не позже, признавать это, иначе вообще срока давно, и так далее. Ну, в общем, это было неуслышано. Их тоже множили. Что мы сегодня не имеем? Во-первых, отсутствие сроков давности, что само по себе, конечно, очень серьезный фактор. И тоже, наверное, мне кажется, это очень важным является, что сегодня можно отобрать у собственника, ну, вообще любое предприятие. Ну, вот просто любое. Вот по тем нормам, которые они ввели, не существует, по сути, предприятие, которого нельзя было бы отобрать у собственника. Леш, у меня к вам вопрос теперь. Как вы считаете, это может быть даже очень удачное начало для полдня против Путина, потому что все равно придется у них у всех это все пересматривать и, ну, анализировать, каким образом они ограбили народ и получили, там, Пятт Патанин, Нор, Никель, или какой-нибудь связь Инвест. Ну, хорошо. Они открывают ящик Пандоры в таком случае. Ну, хорошо, давайте Патанин и там, и Патанин, и там много еще, и Дерибаска, там многие, кто попадают под это, да, под эти нормы. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что вот их-то там, если тронут, так последнюю очередь. Это сейчас. Они, понятное дело, угодные, а бороться будут с неугодными, которые мало поддерживают, недостаточно сервильные, или еще как-то там вот мешают. Вот эти, конечно, будут обороны. Я думаю, будут отобирать, конечно, то, что вкусно. Путин заявил о создании новой элиты, и эту новую элиту надо чем-то кормить. И я не думаю, что идет разговор, прежде всего, там, о Патанине, хотя они, конечно, тоже находятся в зоне высокого риска теперь. Идет разговор о крупном бизнесе, которого мы, может быть, даже с вами в лицо не знаем и по фамилиям не знаем, да. Но они существуют в разных регионах России. И приходит сегодня та новая элита, которую Путин уже заявил. Это вот эти их ветераны войны, да, которым надо что-то кормить, которым надо что-то давать, которых надо, чтобы у них была лояльность по отношению к власти. И здесь мы будем, вероятно, скоро свидетелями. Уже это началось, Маш. Вот вы помните прекрасно такую аббревиатуру, как ВЦСПС. Помните? Профсоюзы, ВЦСПС. Советские профсоюзы, которые были собственниками наравне с Коммунистической партией. Коммунистическая партия была собственником огромных объектов недвижимости в СССР. Так и профсоюзы. Они тоже им принадлежали разного рода здравницы, ДК культуры, разного рода места, пионерлагеря, ну и прочее, прочее, прочее. Все это принадлежало ВЦСПС, профсоюзам советским. Вот сейчас стали эти объекты ВЦСПС отбирать у сегодняшних собственников. Понятно, что там уже сменилось по три, по четыре собственника. Где-то кто-то был продал, там уже многих нет в живых. Вот представляете, Маш, какой-то там ваш или мой знакомый вдруг раз когда-то приобрел, не знаю, там, пионерлагерь. Ну, допустим, молодежный лагерь какой-то. Построил там какие-то, значит, новые здравницы, какие-то там места отдыха, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вложил туда кучу денег. Ну, осталась от старого, может быть, только та земля, там, на какой-нибудь речке, где этот пионерлагерь раньше был. Теперь к нему пришла и прокуратура и сказала, дружок, дружок, уголовное дело. Вам уголовное не дело, вы будете отвечать. Давайте мы у вас отбираем вашу собственность, и ее национализируем, и, значит, берем ее в управление. Вот и все. И так будет со всем тем, ну, сейчас по ВЦСПС, это вот сейчас идет, да, по собственности бывшая ВЦСПС. Вот. Это же то же самое идет по ряду промышленных предприятий, которые государство признает стратегически важными, или те, которые торгуют с так называемыми в России недружественными странами, куда идут поставки. Все это отбирает государство. Как бы под свой контроль. Как бы национализирует. Какой там собственник, там, Потанин там или не Потанин, Потанин остался. А здесь-то там уже все сменилось. Смотрите, сколько такое. 30 лет прошло. Может быть, даже больше стало момента. Понятно, что там все поменяются. Люди, которые тогда приватизировали, они уже давно в могиле находятся. Ну, потому что просто возраст уже, да. Может, я свои пять копеек вставлю сюда? Да. Смотрите, я совершенно с вами согласна, что были правила игры, которыми воспользовались, конечно же, люди не близкие, не только, далеко не только близкие к красным директорам и каким-то казнокрадам или к власть имущим и так далее. То есть, безусловно, был определённо процент довольно большой людей, которые приватизировали. В силу возможности это сделать, приватизировали ряд, ну, более гораздо мелкой собственности, нежели те гигантские вещи, о которых сказала я. То есть я имею в виду, когда говорю о вот таких гигантах, как там Норникель, как Связь Инвест. То есть, когда государство объявило об вот этом аттракционе невиданной щедрости и сказал, что якобы оно занимается приватизацией, вот, пожалуйста, квартиры раздали людям. Ну, это, конечно, было здорово, когда люди приватизировали. После Советского Союза никогда не было ничего своего, и тут вдруг смогли приватизировать квартиры. Но это всё делалось для того, чтобы была домовая завеса, и можно было стратегические объекты, нефтянку всю, вот эти все, ну, действительно гиганты, эти монстры экономические, вот их прибрать к рукам нужным людям. Это ради этого дела. Вот это нужно пересматривать. А то, что они, конечно же, сейчас возьмутся именно за тех, кто очень даже добросовестны во многих случаях, просто имея такие возможности новые, так было прописано, такое было законодательство. Оно было сделано для того, чтобы свои брали для них близкие. То, что им больше всего нравилось. Они захотели вот эту всю гигантскую коммунистическую собственность, вот этих вот, строили вот эти стройки века, вот эти все колоссальные нефтепроводы, вот это они захотели. А там под шумок раздали, что-то ещё там люди купили себе. Конечно же, сейчас они против людей, против тех, кто взял вот эти маленькие возможности, которые вдруг дала страна. Но я вам хочу сказать, история, она длинная, просто, ну, бумеранг будет. Вот, Лёш, это так забавно, когда, знаете, какой-то диктатор вводит смертную казнь, а потом оказывается сам на электрическом стуле. Вот в чём дело. Ну, да, знаете, вот я просто здесь вы меня должны, конечно, спросить, а в чём же здесь чёрный лебедь, да, получается? Ну, казалось бы. Понимаете, мне кажется, у меня есть такие вот ощущения, что есть некоторые вещи, которые вот очень серьёзно могут влиять на психику людей, которые являются собственниками производства, собственниками бизнеса и каких-то других достаточно серьёзных объектов. Почему? Потому что, ну, эти люди, мы всё-таки с вами, давайте говорим о каких-то таких людях нормального бизнеса, да. Они работают, они ищут, да, сейчас, наверное, какие-то обходные пути, они думают, как выжить в этих условиях, там, и прочее, прочее, прочее. И в этом контексте, смотрите, это, кстати, очень интересно. Сегодня покусились на их самое основное, ну, на их дело, по сути, их жизнь, да, на их достаток, ну, на всё, что у них есть, это вот этот самый их бизнес. Понимаете? Ну, ладно, если это директор пионерлагеря или владелец пионерлагеря, какого-нибудь молодёжного лагеря, это как бы одна ситуация. Вряд ли у него есть какие-то политические возможности. Но когда идёт вой из вот этого самого Шохинского союза промышленников и предпринимателей, да, где мы знаем, кто сидят, вот те как раз фамилии, которые вы называли, в том числе, и оттуда идёт вой по поводу того, что не делайте только это, да, что это вообще удар и прочее, 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 то здесь возникает, знаете, вот такой очень серьёзный вопрос. Находясь в психологическом состоянии, что в любой момент у них могут отобрать их собственность, отобрать их достаток, отобрать всё, что у них есть, может быть, лучше в консерватории, как говорил Жванецкий, что-то переделать, да, то есть, может быть, какие-то исправления, значит, сделать вот в Кремле, в самом, да, понимаете, для этого есть бюджеты, есть деньги, помните выборы Ельцина, да, когда выбирали Ельцина, когда там сложились предприниматели, вот это так называемое семибанкирщина, да, и так далее, которое, в общем-то, с нулевым почти рейтингом, ну, не нулевым, но низким очень рейтингом Ельцина всё-таки так или иначе всё-таки его выбрало, вложив деньги. Здесь ситуация ещё более, ну, сложная и при этом более понятная. Я не устаю повторять, мне кажется, что мы находимся сейчас, вот если брать акцент усталости от Путина. Вот это всё действие, оно как раз служит такому очень простому пути противопоставления себя достаточно широким слоям тех людей, у которых есть возможности. И это серьёзный чёрный лебедь, понимаете, это серьёзный чёрный лебедь. Это вы покусились на собственность, вы покусились на те основы, которые, в общем-то, составляют для многих людей смысл их жизни и для многих являются, в общем-то, источником их достатка, и они на них рассчитывают. Вот поэтому я здесь бы зафиксировался, потому что, ну, не знаю, что будет дальше, но мы должны это учитывать, что Путин противопоставляет постепенно против себя вот эти самые экономические элиты. Элиты не в том смысле, что они красивые, а в том смысле, что они богатые. У них есть деньги, понятно, что большинство этих денег являются такими скрытыми путинскими кошельками, понятно, что это всё там вот оттуда и туда, но, тем не менее, у этих людей есть какие-то, ну, значит, свои интересы, на которые тем самым может наступить Путин через свою генпрокуратуру или любой другой силовой орган, который влияет, безусловно, на эту самую собственность. Давайте вот смотреть, зафиксируемся здесь и будем смотреть. Мне кажется, что это очень важный момент, и сегодняшний такой вот разгул, особенно в последние недели, генпрокуратуры по, значит, это отобняли, это разделили, это то-сё, это очень серьёзные звонки, звонки для будущего, для тех людей, ещё раз повторю, которые в бизнесе много что означают. Ну, у них просто есть деньги, и этими деньгами они могут умело достаточно управлять. Можно пару ремарок по этому поводу? Конечно. Значит, сейчас вот этих вот жирных клопов Путин предлагает на лобном месте просто-таки рассечь на несколько кусков, чтобы брызгали вот эти наворованные средства, и народ, большевики, которые поддерживают Путина, то есть они же существуют у него, вот эти одурачные бабки там какие-то обезумевшие ещё, они будут рукоплескать, они ликовать будут, конечно же, прекрасно. Давайте, давайте вот этих вот. Путин-то тут, с их точки зрения, это где-то там, он над схваткой, конечно же. Хотя, на самом деле, Путин главный коррупционер, основа, то есть это, так сказать, я не знаю даже как шейный седьмой позвонок вот этой коррупции. Но здесь, поскольку вот у всех вот этих вот названных вами членов этого союза предпринимателей и промышленников, с ними уже давным-давно хорошо и плотно работает вот эта самая «ка», то есть вот эти «какашники», так бы я их назвала, они прекрасно понимают, что много в свою защиту им сказать не удастся. Они прекрасно знают, какие там там дома лежат на каждого. В силу этого, я вам вот просто пытаюсь что сказать, они, безусловно, сейчас будут в бешенстве, они привыкли к хорошей жизни, которая вообще-то началась у них непонятно с чего, потому что они где-то близко стояли, у корыта там что-то делали какой-то, кому-то поднесли свёрток, чемодан, ещё что-то где-то там удачно с кем-то отдыхали рядом, жили на одной лестничной клетке. То есть это совпадения совершенно такие, которые они сейчас уже рассматривают как, так сказать, судьбоносные, так и должно было быть, они же переизбранные, это же вельможи вот эти вот, которые разворовались вот так вот и всё, и они считают себя этой вот иерархией путинской, всей этой вороватой, ужасной вертикали. Вот они, значит, в ней там каждый занимает какое-то окошко в этом домике. Поэтому в случае, если из этого домика, из этого окошка будут по одному выкидывать, показывая папку, которые вот эти вот какашеньки на них наработали, делают а-та-та и вниз, чтобы так вот и побольше крови. Вот мне кажется, что это будет большевистским пулом Путина воспринято довольно-таки свежо. Они скажут, что прекрасно, давайте их раскулачивать, это им может понравиться. То есть это противостояние, конечно, это один из симптомов возможной гражданской войны. Всё это, естественно, зиждется. С чего вы начали? С того, что в большинстве случаев, особенно серьёзных, приватизация была крайне несправедливой. Приватизация вот эта вот начальная. И поэтому у каждого происхождение этого капитала является сомнительным. Люди это понимают. Вот у них нету концепции понимания общего справедливости. Вот в чём всё дело. Я бы ещё, знаете, что добавил здесь, Маш? Что вот в этом концепте, ну, я не совсем с вами соглашусь, что все вот они насосались, все они там пришли на это. Есть очень много талантливых людей, которые строили свой бизнес, которые развивали свой бизнес с нуля, ничего не веря у государства. И все получили какой-то кусок от государства, и после этого его, значит, вот там всяческие прочие. Вот смотрите, ещё есть один интересный нюанс, как мне кажется, который тоже нельзя не учитывать. Это эффективность управления. Ну, вот, чтобы кто нам не говорил с вами, но наука есть наука. И, конечно, частная собственность, она управляется значительно эффективнее, когда у неё есть хозяин. Когда сейчас приходят к управлению, там, или государство, или некое назначенное государственному лицо, которое абсолютно новое для этого, которое просто чиновник, просто чиновник, да, он не человек от бизнеса, он просто чиновник, пришёл на управление, значит, или ещё хуже того, какой-нибудь, вот, значит, оттуда пришедший, значит, с войны такой вот человек, да, которому дали вдруг насладиться и вкусить некие определённые особенности, стать вдруг миллионером назначили, вот, то есть ощущение, конечно, что это производство будет неэффективным. И здесь тоже достаточно важный момент, понимаете, это, ну, просто и так вот у нас, я уже не буду повторять, все наши зрители прекрасно знают те особые, значит, свойства, там, российского автопрома, развития, российского авиапрома, российского, там, знаете, через запятую идёт очень много чего-то. Здесь это просто пополнится вот этими абсолютно неудачными проектами. Если собственник был удачный, это было понятно, он это 30 лет или, там, больше или меньше, но он это делал, он знал все детали, все заковырки, все кнопки, все блохи, то теперь приходят новые люди, которым абсолютно без разницы, потому что это досталось им пустую. Он не тратил на это ни силы, ни здоровья, ни что-либо ещё, ни таланта, ну, то есть, вот он просто пришёл как назначенный чиновник и всё профукал, понимаете? А профукал он вполне возможно. Очень серьёзно важное что-то, понимаете? Для вот этой путинской власти важное, ну, для ведения Путина войны, например, важное. Тоже может профукать, а может легко, потому что он кто? Что? Вот он никто, вот он вот этот самый комиссар с пробелумом, который, понимаете, пришёл тогда, в 1917 году, да, на какой-то банк, да, и вот решил управлять банками, да. Вот тут мне возразить сложно. Я вам более того скажу. Помните эти колоссальные в Подмосковье события, когда генерал Мороз решил, так сказать, обойти с дозором, обойти дозором вот эти владения свои? Дело в том, что причиной изначальной была как раз-таки вот эта, ну, неспособность к хозяйственной деятельности того, кого поручили предприятия в Подольске, какому-то дальнему родственнику Путина. С этого началось. Там что-то такое началось. Вот. А потом везде были гейзеры из льда. Да. И знаете, Маш, вот просто я, можно сразу же перескочу на следующую тему? Мне кажется, она очень важна. Это вот уже политический, конечно, акцент, уже политическая вся вот эта система. Но мы с вами были все свидетелями, как уже почти двое суток назад. Двое суток назад, да. Выступило сначала американское посольство в России. Скорее прежде, а возможно, неминуемо, там очень важное слово, неминуемо, возможным, ну, в неминуемом террористическом акте. Потом британская МИД выступила. Потом британская разведка. Потом начали разного рода страны Европы, и не только, кстати, Европы, делать заявления для своих граждан, чтобы они не посещали публичные мероприятия, разного рода концерты, скопления людей и так далее. Поскольку степень вероятности этого самого террористического акта столь высокая, что некоторые страны, Соединенные Штаты прежде всего, назвали это неминуемым, понимаете? Это очень важная фраза. То есть это уже не Аннушка пролила масло, а Матрушев уже приготовил мешки с рязанским сахаром. Ну, думаю, уже их поджег. Вот. И здесь, понимаете, вот что очень важно. Давайте вот здесь мы тоже этот момент зафиксируемся. Последний раз я помню приблизительно подобное заявление, немножко более мягкое, но тоже жесткое, было перед началом войны. Американские дипломаты делали, перед началом войны говорили о том, что гражданам Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, надо срочно покинуть территорию России, потому что там война неминуема, там степень вероятности абсолютная, ну и так далее, так далее. Мы снова имеем это дело. Давайте здесь мы можем с вами уже серьезно поразмышлять, поскольку прошли уже, во-первых, эти двое суток. Пока, во всяком случае, ничего не произошло. Ну, что значит ничего не произошло? Ну, конечно, после таких заявлений вряд ли могло произойти, кроме заявлений каких-то северников, я уже не помню, в какой-то национальной республике, они взяли двух террористов ИГИЛа, которые готовились произвести террористический акт. Два человека арестованы, там и так далее. Я даже не буду уточнять, потому что, ну, это, знаете, такой информационный шум, который, понятно, тоже был, как, значит, ответ на подобного рода заявление. И давайте вот смотреть. Здесь такой очень внимательный момент. Будет все-таки это или не будет? Это такой вот важный момент. Почему? И давайте здесь поразмышляем. Для чего это все делается? Ну, в некотором смысле, конечно, не надо здесь придумывать сильно что-то, чего-то. Власть чувствует какую-то определенную свою неуверенность на этих самых вот так называемых выборах. Да, и власть очень не устраивает. Вы смотрите, какие силы подкатила власть для того, чтобы дискредитировать людей, дискредитировать сам Полдин против Путина, как-то снять накал, вывести эту сторону. Такие заготовки были подняты разного рода людей, которые агитируют против Полдина, против Путина. Ну, ведь это и есть. Я просто не хочу называть фамилии, чтобы не раскручивать эти имена. Но они есть. И вот тот же Максим Резник, про которого в самом начале он положил чуть ли не неделю на то, чтобы дезавуировать подобные заявления. Можно ли это напрямую связывать с Полдин? Ну, знаете что? Хочу сказать. Вот мы буквально там, наверное, часа два назад общались с Максимом по этому поводу. Он это связывает. Я бы, в свою очередь, сделал бы это более осторожно. Я бы не говорил, что это настолько там связано. Но что-то явно происходит по-любому. Потому что подобного рода заявления не могут быть пустыми и необоснованными. Что может произойти такое в России? Что за теракт? ИГИЛ... Ну, как нам спецслужбы предлагают сейчас поверить, что это неким образом произошло на какой-то национальной республике. Мне кажется, что это абсолютно чушь. Ну, хотя бы по той простой причине, что Россия заняла столь прохамасовскую позицию, столь просто протеррористическую позицию всех этих хусидов, Хазбаллы, Хамаса, что дальше уже, собственно говоря, некуда. И понятно, ну, при чем тут Россия, если производить какие-то теракты в знак против Израиля, то это уже будет явно не Россия, а какая-то совершенно другая страна, которая поддержала Израиль. Кто тогда? Кто может еще произвести какие-то террористические акты на территории России? Сложно нам... Я, наверное, не случайно сказала про этот рязанский сахар. Как кто? Да, Маш, ну мы сейчас к вам подходим. Вот вы просто забегайте немножко вперед. Это нормальная позиция. Я пытаюсь как бы со всех сторон это взвесить. Конечно, мы понимаем с вами, что этот своего рода рязанский сахар, как... Ну, главное, что этому есть калька, как вы правильно сказали, 99-й год, когда все это происходило вот под взрывом многоэтажек в России, да, и тем самым привело, собственно говоря, Путина к власти, потому что какая-то была основная задача объединиться вокруг флага, ну, назовем так Путина тогда, как флага, да, определенного, и чтобы, значит, противостоять терроризму. Это было. Это все хорошо помнят. Это часть нашей истории. Об этом столько написано и столько снято, что, ну, просто даже не хочется это повторять. Но историческом плане... Есть вопрос, Лёш, по этому поводу, логический вопрос, просто если можно, ну, вы сейчас договорите, вот какого характера. Вот смотрите, тогда они поднимали вот в качестве основного, основной хоругви, знамени своего, то, что якобы небезопасность исходит от Чечни. Да. Но тогда им удалось, во многом пропаганде, удалось внушить людям, вместо правды, которая заключается в том, что Чечня имела полное право на независимость, потому что это была, во-первых, автономная республика, она сразу подала свое желание полностью быть независимой, конституция у нее возникла, там все было сделано, и она имела полное право, такое же, как и все республики, которые получили и воспользовались этим правом получить также свою независимость. Но, значит, это Ельцина не устроило, и они начали свои войны. И таким образом они раздували вот этот вот пожар, говоря о том, что якобы чеченцы это террористы, хотя это вообще было неправдой. Правдой было то, что это россияне, которые узурпировали, там оккупировали и просто, я не знаю, кирзовым сапогом давили независимость, вот террористами были как раз российская армия была террористами в отношении Чечни, которая воспользовалась тем правом, которое возникло, раз уж мы сегодня многое говорим там, как вот приватизация, вот так же правовое поле 91-го года распался Советский Союз, давала возможность, и Чечня воспользовалась этой возможностью, но ей не дали. Тогда в целом в массах удалось внушать людям опасность, исходит оттуда, вот она такая себе, такая, сейчас, я, извините, может, забегаю вперёд, но сейчас они, наверное, хотели бы, так сказать, это как это называется, под чужим флагом, да, вот провернуть какую-нибудь такую ужасающую историю и всё это списать, например, к примеру, я вам говорю, да, вот на какие-то украинские, там, будь то спецслужбы или какие-то отдельные люди, которые вот решили это делать, партизанин, всё что угодно, не знаю, не знаю, как именно, ну вот какой-то след такой бы захотели, наверняка, я думаю, украинский след такой вот этому всему предать. Вот у меня вопрос, вот какой, значит, ненависть к украинцам, которую они насаждали и которая там, я не знаю, может, у каких-то полоумных вот этих вот большевиков путинского там этого разлива в каком-то количестве прирослась, приросла, но она всё равно несопоставима с тем страхом, который они внушали в те годы в отношении чеченцев, но нету такого. Вот я не уверена, что случись что-то подобное, что это бы не случилось для них с абсолютным противоположным знаком, если бы они что-то это сделали, а люди уже, я думаю, многие поняли, кто там чем занимается, списали бы или сказали бы, что у этого есть украинский след, им бы, во-первых, не поверили, а во-вторых, в отношении украинцев нету совершенно никакого вот такого, знаете, специфического отношения, как было тогда в отношении чеченцев. И я считаю, что, может, они и передумали делать то, что запланировали, потому что просто вот так вот немножко посидели, покумекали и поняли, что этот теракт их ещё быстрее сдует вообще из Кремля и со всех насиженных мест. Ну вот вы начали очень правильно, я сейчас разовью вашу тему, но закончили вы мне кажется, ну, мне кажется, что вы их немножко переоцениваете, что они посмотрели, подумали, посчитали, думаю, что я думаю, что если бы это так, американцы не шли бы на такого рода заявления. Смотрите, вот я честно хочу вам сказать, что мне кажется, что вы абсолютно правы вот в этом контексте так называемым под чужим флагом. Более того, визит Гросси и вот эти самые, знаете, их удачные переговоры в Сочи, а потом, значит, какие-то вот заявления по МАГАТЭ и прочее, 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 мне почему-то сначала немножко насторожили. Ну, как Путин может встретиться в Гроссии и чего-то там конструктивно порешать, кроме как, ну, мы должны с вами понимать, да, что атомную станцию надо отдать в эксплуатацию обратно Украине и как бы тут все в общем абсолютно понятно, что они могли, что Путин пообещал ему отдать что ли станцию, но никогда не поверил в это. Значит, может быть, действительно пообещал, понимаете, ну, как пообещал там Навального обменять, да, там тоже ведь, тоже кому-то ведь наверняка тоже пообещал, но мы же с вами понимаем, что путинскому слову никакому нельзя верить даже, ну, ну, даже близко, да, более там все, что говорит Путин, сразу же зеркально смотреть назад. Понимаете, когда он его какого-то хвалит, надо понимать, что человек уже скоро достанется, ну, то есть вот это все, значит, вот это все ощущение у меня как-то вызвало, а потом, да, вот этот процесс, понимаете, я не знаю, вот я хочу, конечно, мы можем с вами фантазировать это исключительно фантазии, но я думаю, что вряд ли у нас как-то могут хватить фантазии понять, что же такое придумал Путин. Вспомнил бы здесь вот госпожу Симонян, который в свое время, помните, предложил у нас Сибири взорвать атомную бомбу. Я вам хотела сказать, что в данном случае конкретном, мне почему-то кажется, что он замышляет не в отношении Запорожской атомной электростанции, хотя разговоры об этом долго шли, и мне очень не нравится, что они затихают, ситуация никуда не делала, совершенно правы, это возмутительно, а в отношении Росатома до сих пор нету, извините меня, даже хотя бы санкций. Ну ладно, подождите. Есть еще разговор был, не только по поводу вот этой вот истории с ядерным оружием над Сибирью, говорили по поводу атомной электростанции в Курске, например, и вообще у него есть ничего выбрать. Да, ну, в общем, понимаете, да, вот много чего говорили, и мы с вами можем только на эту тему гадать, но ведь, ставя себя вот на это, вместо дьявола, на место Путина, мы же понимаем, что а-ля там взорвать многоэтажку, сейчас этим уже никого не удивить. Это было удивительно, в 99-м году взорвали там пять многоэтажек, и... Люди не могли спать, Леш, понимаете, они думали, кто следующий, в чем дело. Да, тогда это было абсолютно, вот, сейчас идет полномасштабная, крупнейшая европейская война, понимаете, и что там, вы этим хотите кого-то удивить, что ли, многоэтажкой? Ну, конечно, нет. Здесь должен быть ужас ужасный, тогда это может. С другой стороны, вот что принесет ужас ужасный, да, то есть, вот что он принесет? Он что, отвлечет внимание? Он кого-то, значит, куда-то в сторону уведет? Он что, там, куда-то, где-то? Тоже мне достаточно, там, это непонятно, потому что, мне кажется, что это вообще делают безумные люди, ну, вот сейчас разрабатывают, вот это, который никаким образом не повлияет, там, ни на пол, не повлияет ни на что, наоборот, вызовет обратную реакцию, да, ну, как мне кажется. Я вам сам расскажу, им на ликвидацию последствий вот этого любого такого теракта под чужим флагом, если даже они попытались переписать кому-то там это все, ну, даже уже не говоря о том, что это никто не поверит, но это даже, это уже даже вторично, это они для пропаганды делают, но на ликвидацию последствий своей вот этой деятельности им придется тоже кинуть силы, которых у них вообще-то нет. Да, Маш, ну, понимаете, вот мы с вами все время наделяем их, вот у меня была очень важная в моей жизни пожилая женщина, у нее был кот, и она с ним разговаривала, понимаете, вот разговаривала, и она считала, что он ее понимает и как-то отвечает, понимаете? Вот мы с вами, вот этого кота, ну, вот этого Путина наделяем человеческими качествами, но своими, понимаете, Ну, нельзя это делать. У него своя абсолютно логика. У него абсолютно всё своё, которое нам не понять. Потому что для того, чтобы это понять, надо быть таким же, как он. Понимаете? Вот в чём всё дело. Поэтому, ну и что? А когда кого останавливали количество жертв? А когда кого останавливали какие-то другие факторы? Ресурсы? Да откуда он знает про эти ресурсы на полном серьёзе? Ну, ему докладывают все вот эти его генералы. Генералы от промышленности, генералы от всего. От министерств и так далее. Но вы думаете, что... Мне кажется, слушайте, ещё Пригожин достаточно чётко говорил о том, что он живёт в мире своих людей, называя его счастливым дедушкой. Понимаете? Мне кажется, что не надо здесь искать абсолютно, что очень важно, не надо здесь искать здравого смысла. Здравого смысла здесь быть не может. Уже давно. Здесь надо искать какие-то вот такие дьявольские нарративы. Давайте будем смотреть. Я очень хочу ошибаться вот в этих предположениях. Надеюсь, что я в них ошибаюсь. Это вот как раз тот фрагмент жизни, когда я очень желаю этих самых ошибок. Но всё, что может угодно произойти, вот этот ужас ужасный, конечно же, он будет под чужим... Если он принадёт, он будет, конечно же, под чужим флагом. Будет, конечно же, на территории России. При этом на каким-то глухим регионах России, где особо никто не живёт. Это, конечно же, будет, знаете, такое вот... Да, 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 абсолютно право. Вот в вашем тексте, который вы изначально сказали, что это будет некая демонстрация действий Украины, которая, по его мнению, несопоставима с какими-то вот такими вот человеческими ценностями. По Путину. Понимаете, да? Вот. Поэтому сможет ли пропаганда это как-то принести? Я думаю, нет. Вот знаете, я хочу вам по этому поводу перебить самого себя и сказать. Вот смотрите, прошли похороны Алексея Навального. Три дня шли люди, да, и мы знаем, насколько это вообще всё серьёзно и значимо было. На девятый день вот сейчас тоже пришли люди. Но вот смотрите, за эту неделю, которая прошла с момента похорон, ведь стали же этих людей, которые там были, потихонечку брать. Ну, взяли, по-моему, четыре или пять человек. Ну, кому-то административку, кому-то ещё что, да, по камерам там вычислили, там, пять человек там, да, всё. Слушайте, а зачем, Маша? А вот зачем? А зачем эти пять человек? А что они решают? Они кого-то, значит, испугали? Да нет. Если вы хотели испугать и брать тех, то вы за эту неделю смогли бы взять не пять человек, а тысячу пятьдесят человек. Понимаете? А почему вы это не сделали? Вы технически это не можете сделать? Да я думаю, они и не хотят, и не могут это сделать. Они взяли для доклада Путину, ну, вот пять человек, мы взяли таких хамов, которые там, типа, да, значит, вот там, всё, ему доложили, чтобы, ну, понимаешь. Нет, типа сам их заводил. Да, ну, типа, да, ну, чтобы отвязался только. Чтобы Путин только от них отвязался. Потому что, ну, понятно, что технических сегодня возможностей и политических возможностей, мы же тоже понимаем, что такое здесь политические возможности, это сделать практически невозможно. Поверят ли вот этому ужасу ужасному, да, и вот этому чужому флагу люди? Да, мне кажется, конечно, не поверят. Ну, просто я не представляю, что это должны быть за люди, чтобы... Нет, кто-то поверит. Но эти люди, те, кто поверят, они не делают. А что это может родить дальше? Это родит реакцию вот этих самых стран, которые уже выступили с этой реакцией, да, этих посольств крупнейших стран мира. Это родит соответствующие институты, которые будут уже голосовать совсем по-другому, которые уже будут, знаете, там, думать о том, как противостоять. Понимаете, я думаю, что если это делается, им они хотят показать свою решимость по использованию ядерного оружия. Ну, вот если я приму текст, свою решимость. Они пугают, пугают, уже два года пугают, пугают. Медведев как выпит, пугает. Этот тоже пугает. Тот пугает. Вот ядерное оружие. Они вот это очень, понимаете. Но мы же понимаем, что как только вы начинаете кричать «волки, волки», да, мальчик, он уже как-то там не очень работает. И они тоже, наверное, где-то в каком-то смысле это понимают. И чтобы показать степень своей решимости, им надо что-то делать для этого. Чтобы им поверили, наконец, понимаете. Я вот... Ну, с другой стороны... То есть свои, чтобы чужие боялись. Ну, да, но с другой стороны, ну зачем всё это, когда у вас выбор? Вы что, сомневаетесь, что за Путина кто-то... Значит, что Путина там не изберут? Они прекрасно понимают, что там его изберут. Вы хотите там повлиять тем самым на полдень? Ну, не знаю. Мне кажется, ровно обратная будет реакция. То есть вот что? Вести военное положение и отменить выбор? А зачем? Ой, а даже подождите. Может быть, знаете что? Может быть, они так боятся вот этих протестов, особенно вот по моему сценарию со строительными материалами, что они действительно теперь сами заложники этих выборов, Лёша, а они понимают, что протест настолько может быть организованным и мощным, что вот тут-то их сметёт. И, может быть, действительно они затеяли крупную какую-то вот, я не знаю, аварию, катастрофу для того, чтобы отменить вообще проведение выборов. Вот тут я вам хочу сказать, всё может быть. Знаешь, ну, мы помним с вами, что это они могли сделать ещё там, да, перед назначением этих выборов. Они могли вести в стране военное положение. И, пожалуйста, вам. Но теперь-то что делать, когда полдень набирает обороты? Понимаете, они плетутся, уже теперь инициатива ими давно потеряна. Она перехвачена. Они плетутся в хвосте событий. Вот сейчас, например, Макрон выступил и сказал несколько очень важных заявлений. И я просто счастлива, что он прозрел, он человек действительно очень образованный, очень глубокий и понимающий. Мне было досадно смотреть, как он ездил в Путину. Неоднократно там с ним по телефону говорил часами. Я думаю, зачем он тратит своё время и свой блестящий интеллект на вот то, о чём вы говорите, на разговоры, как бы, это ладно бы с котом, с крокодилом. Но теперь, когда он действительно встал во весь рост и воспользовался действительно всеми своими знаниями и сказал то важное, что нужно было, наверное, может, и раньше, но хорошо, что сейчас. Я говорю, сейчас действительно он большой молодец, он первый, кто это сделал. Теперь что толку от того, что они будут, понимаете, это уже всё неважно. Уже Европа начинает вставать против всего этого. Это всё приобретает совершенно другие смыслы. Что они теперь могут сделать? Они теперь из набора их террористических приёмов выбирают, которым теперь ещё попробовать кому-то пригрозить. Ну как? Сигареты нету? Как это? Не найдёт? Как это? Прикурить есть? Не сработало. А теперь это там то. Ну весь этот набор гопника. Ничего другого-то же нету. Поэтому он теперь, конечно, не задаёт этот тон. Вы говорите, почему они не сделали раньше? Почему? Они не знали, что всё пойдёт настолько. Они старые, Лёша. Они ещё, к всему прочему, уже старые маразматики. Не просто террористы, там, гопники-преступники. Всё и так понятно. Ну вот, они не ожидали. Они привыкли. Они же в тёплой ванне из крови моралов. Лежат уже 24 года. Кто думал, Патрушев или он сам? Упырь Путин? Конечно, они не понимают, о чём. И тут в панике вбегает какой-нибудь Кириенко. А это, вы понимаете, такой технократ, который всё-таки при том, что он самый, наверное, матёрый, этот Румпельштидтхен, самый, наверное, отвратительный, вот такой манкурт и всё остальное. Ну, абсолютный циник, абсолютный циник. Но он при этом всё-таки, наверное, не теряет связи с кем-то, что происходит на Земле, с действительностью. И, видимо, видимо, они... Ну, сейчас у них паника. Ну, это я вот говорю, ясно. Из всего, что они делают, они в агонии. И, а как теперь-то уже, когда всё объявлено, раскручено, пеньки, три дня, голосование, ещё что-то, вот это раздуто. Как теперь-то их отменить? Каким образом? Ну, каким образом? Вот объявить военное положение и всё, понимаете. Следствие каких-то действий, понимаете. Для пропаганды это, ну, может разнести. Понимаете, для этого не обязательно совершать что-то. Просто может быть опасность. Ну, понимаете, я вам хочу сказать, что... Нет, сначала что-то, потом, как вы правильно говорите, в своём положении, но вот на таком вот ключе. Да, ну, то есть давайте здесь, мы же с вами сейчас занимаемся, правильно, вот такой фантазией. У нас нет никаких там объективных данных. Наши объективные данные – это заявление крупнейших стран мира о том, что в Москве или в России может произойти что-то, и это что-то имеет необратимую силу. Вот, мне кажется, что вот эти важные факты, которые у нас есть, которые мы уже раскручиваем, да, в каком-то направлении. И, конечно, ещё очень важна вот эта неделя после похорон Навального. Ну, мне кажется, что это очень важно, не обращать на это внимания нельзя. Они попробовали взять людей, да, каких-то. Ну, это факт тоже. Вот они попробовали кого-то взять. Странно. Я думал, ну, вот всё, сейчас началось. Сейчас начнут там сотнями обваливать. Опять поедут по домам. Ну, как это было после Болотной, вот в те времена и так далее. Так нет. Так нет. Я общался с разными людьми тоже. Мне говорят, ну, ты понимаешь, там похороны, у них моральные принципы. Я говорю, да вы что говорите, какие моральные принципы, какие там какие-то. Ужас. Они не отдавали тело неделю, в итоге похоронили его день в день с Борисом Немцовым, но только с разницей в 9 лет. Да, ну вот. И дальше, понимаете, вот идут какие-то вот такие вот, значит, наши с вами, да, думаю, домыслы, да, которые есть. И мы имеем ещё факт, это, собственно, те выборы, так называемые, которые пройдут 17 марта, да. Ну, вы знаете, я опросы провожу, мне очень многие пишут комментарии, что, дескать, их агитируют переходить 15-го, 16-го, 18-го пытаются куда-то подевать этот день. Для них это действительно колоссальная проблема, и головная боль неразрешимая. То есть это для них загадка, ребус, с которым они исправляются. Да, я с вами соглашусь, понимаете, ну, и ведь вокруг этого мы должны не забывать, ну, там разные, прежде всего, конечно, вот это, вы же правильно упомянули президента Франции Макрона, который совершенно неожиданно проявил себя вот с той стороны, которая заслуживает серьезнейшего уважения и говорит о необходимости Франции как, значит, вот, к Пятой Республике, как, в общем, государство, которое имеет крупнейшую армию, надо признать. Эта армия максимально независима от НАТО, поскольку я хочу просто напомнить, что участие Франции в НАТО было опосредованное, да. То есть у Франции своё производство, свои виды оружия, всё своё, у Франции свой национальный регион, да, который воюет, так сказать, не на территории Франции, состоит из иностранцев, но мы тоже это знаем. Вот, у Франции, в общем, по численности армия, она крупнейшая в Европе, но я по Британию не беру, я говорю всё-таки без Британии сейчас. Мы с вами, конечно же, не должны забывать и ситуацию с расширением НАТО, да, которое тоже произошло вот сейчас, всё вот в этом одном буквально историческом периоде. Учения северные. Да, Швеция стала членом НАТО, и тем самым, понимаете, ведь это очень тоже важный момент, Маша, это же не просто расширение НАТО, это ещё и возможность, кроме, значит, суэцкого, вот этого, не суэцкого, а, ну, понятно, коридора из Польши в Литву, да, в Сувалкске, да. Кроме этого, ещё поставлять помощь странам НАТО, а это Литва, Латвия, Эстония. Я должна сказать, что это одна из угроз, которыми терроризирует Россия, страны Балтии, в частности, Литву, пытаясь таким образом сказать, что они вместе с Белоруссией будут прорубать ход сухопутника до Кёнигсберга оккупированного, который называется Калининград теперь у них. Ну, и Польша, конечно, и Польша. Ну, да. Вот, и здесь до этого вся логистика поступления помощи трём балтийским странам велась через вот этот перешейк. Сейчас при вхождении Швеции в НАТО морским путём всего 200 миль, это очень такой удобный рукав, и по нему можно поставлять в Латвию и Эстонию, конечно же, оружие и армию, и тем самым это очень упрощает задачи. Наносит удар по путинским таким вот незримым планам, негласным планам, да, вот этой охоты на страны Балтии. Смотрите, страны Балтии уже поддержали Макрона, хочу вам сказать, они уже разговаривают. Также Пётр Павел сделал тоже прекрасные вещи, а судя по всему, со снарядами вопрос уже решён, и страны вступили в такую определённую коалицию и купили у Чехии снаряды для Украины. То есть действительно происходят, слава богу, какие-то перемены именно в Европе. Да, и это, конечно, следствие тех политических процессов, которые проходят в Соединённых Штатах. И вот мы должны здесь с вами, очень важно отнестись, что, может быть, всё это стоит оценивать вместе. Вместе. Ну вот когда мы с вами обсуждаем, что же такое имело американское посольство в виду, говоря о неизбежности террористических актов на территории России, вот, может быть, здесь это надо тоже привязывать, ну, всё вместе, да. Это очень интересные сегодня такие геополитические расклады, и, ну, давайте вот здесь, ничего не могу добавить к этому, у меня нет никакой информации, да и у кого, наверное, её нет. Мы можем только рассуждать на эту тему. Вот рассуждение, которое я хотел, да, нашим телезрителям, в общем-то, донести, да. Будем смотреть, будем серьёзно, и более того, если вдруг что-то произойдёт, то мы, наверное, может, с вами выйдем каким-то экстренным таким эфиром и продолжим уже в онлайн обсуждение вот этих тем, да, которые будут будоражить наше пространство. Вот, я вам не давала сегодня, я так понимаю, высказаться, но всё-таки у вас получилось, несмотря на наши победы. Да, 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 ничего, ничего, мы с вами очень хорошо в диалоге находимся и стараемся очень корректно и интеллигентно перебивать друг друга. Вы понимаете, я склонна, знаете, что мы обсуждаем вечно эту бледную, старую, мерзкую моль, вместо того, чтобы скинуться на дихлофос. Вот я считаю, у вас, кстати, была блестящая идея, я считаю, она была вообще в тот момент самая правильная, это просто организовать этот фонд денег за голову Путина. Тогда, ещё два года назад вы об этом сказали, это было настолько очевидно мне, но тогда как-то, понимаете, всё-таки оно всё в какую-то инерцию увязло, то теперь я вам хочу сказать, что уже, конечно, посмотрев на все эти ужасы, которые сеет вокруг себя путинский режим, я вижу, что всё-таки просыпается Европа, меня это так обнадёживает. Я действительно смотрю на это с воодушевлением, я понимаю, что действительно в сплочённом таком порыве, конечно, Европа вместе с Украиной задушит не то, что переломит, не даже хребет, а позвоночно, так сказать, расшинкует этого левиафана, не оставив там вообще, кроме страшных воспоминаний, ничего. Но здесь ещё же, вы понимаете, очень важный момент, что Европа в себя всегда задерживалась, но это в историческом плане всегда было, касаемо восточных войн, войн, идущих с Востока, и это было всегда, и было понятно, что в этом формате надо дозреть. А это дозревание, оно приходит тоже через какие-то, знаете, такие точки памяти, в которых откладывается, 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 а потом в какой-то момент появляется некая единая картинка на реальности, понимаете. Поэтому да, 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 да. И здесь каждый день он формирует всё больше и больше вот этих всех пикселей, понимаете, которые создают вот эту общую картину. Конечно, вот этот союз, который сегодня образуется, который уже, так сказать, очевидно совершенно входит, Пётр Павел, да, в Чехии, это Макрон, Франция, по всей видимости, это Великобритания, по всей видимости, это страны Балтии, по всей видимости, это Северная Европа. Ну, то есть вот мы уже видим такой вот достаточно серьёзный, и знаете, это Швеция, это ведь очень серьёзно, вы поймите правильно, Швеция, это тоже абсолютно автономная возможность производства и оружия, и свой там, скажем, парк, и это самолёты, это подводные лодки, это сильная армия подготовленная и так далее, понимаете. Ну, а Финляндия вообще не имеет историю взаимоотношений подобного рода с Россией, с Советской Россией, да. Всё-таки две финские войны, помните, да, и там, в общем, очень серьёзная ситуация, и я думаю, что, конечно же, образуется сегодня новое такое военно-политическое сотрудничество, которое будет происходить, ну, может быть, не взамену, конечно, НАТО, а, скажем так, параллельно, внутри НАТО. Вот давайте смотреть, это тоже важнейший момент, и пока вопросов больше, чем ответов, особенно вот с этой частью, связанной с той теоретической опасностью, которая была объявлена американским посольством, ну, и поддержана, опять же, европейскими странами, там больше десятки стран. Да, Алексей, только добавлю ещё в конце, что вот эти вот северные учения НАТО, они, конечно, тоже имеют, я думаю, шокирующий характер для Курсинской России. Вот послушайте, вот эту вот маркизовую лужу, которую называли финский залив, то есть вполне возможно, что Россия окажется заперта там, потому что Балтийское море имеет все шансы стать внутренним морем НАТО. Флот шведский огромный и очень эффективный. Это взаимодополняющее получилось, понимаете? Мощь НАТО в сочетании с прекрасной артиллерией, самой лучшей артиллерии Европы, финской, насколько я знаю. Ну, где-то я читала эти анализы. Вот. Также флот мощнейший, шведский, один из самых мощных. Вот это, понимаете, синергия. Вот что это такое. Это синергия. И поэтому оккупированный Выборг, оккупированный Кёнигсберг – это всё то, что помнит Европа так или иначе. Она какое-то время, даже слишком может быть продолжительное, об этом не говорила. Я считаю, при распаде Советского Союза это нужно было обсуждать. Может быть, тогда по каким-то причинам не получилось, но мы вернёмся в любом случае. Человечество вернётся к этому разговору. И сейчас, я думаю, всё идёт стремительными шагами туда. То есть Путин, который говорил о каком-то нерасширении куда-то, кого-то. Оборонительный альянс, хочу напомнить, который ещё никогда в своей истории не представлял именно угрозу нападениям, то вдруг теперь, значит, он, рассказывая, почему он начал кровопролитнейшую войну в середине Европы, это оказывается, он не хотел расширения НАТО, значит, вот именно вот, чтобы Украина не вошла в НАТО. А когда в НАТО вошли соседи с севера, когда в НАТО вошла Финляндия и Швеция, он что говорит своим вот этим большевикам, вот этим бабкам безумным. Я вот просто, вы понимаете, для меня это настолько всё абсурдно, я не понимаю, как можно они что, рубят рыбки гупи, они же не помнят, что было 15 минут назад. Ну, в общем, я хочу сказать, что да, это было очень, конечно, мощно, эти учения прошли. Я думаю, что он сходил с ума от ярости, когда понимал, что они проводятся, и они успешны, естественно успешны. Это какой-то, наверное, такой, знаете, лоск уже, такой этап такого окончательного слаживания, потому что две новые страны, да, безусловно, это необходимо. И вот есть все сейчас шансы сделать, конечно, Балтику, Балтийское море внутренним морем НАТО, опять-таки, вот ликвидировать вот этот вот весь, вот все вот эти акупационные вот эти потуги российские. Ну, и посмотрим, конечно, чем это происходит. Вы же понимаете, что Калининград, это еще и военно-морская база в Балтийске, да, там же находятся еще, значит, российские военные корабли, которые оказываются там запертыми. Это же получается еще и переброска каких-то сил, да, в тот же самый Калининград становится невозможным, кроме как воздухом, понимаете. Ну, с Черноморским флотом прекрасно разобралась Украина, я считаю, просто блестяще, вот блестяще. И теперь я надеюсь, что НАТО также попробует, попробует добиться таких результатов, приблизиться к ним, вот в отношении Балтийского российского флота. Нет, но мы говорим о угрозах, да, здесь тоже очень важно понимать, мы говорим о сейчас, ведь что такое в данном случае, когда мы говорим о странах Балтии, о Швеции, о Финляндии, о, значит, вот этом Балтийском бассейне, мы говорим о неких тех угрозах, да, в которых оказалась сегодня Россия, и которая обязана, собственно говоря, как-то на эти угрозы реагировать. А вот первая угроза, которая возникает здесь, действительно, это Калининград, который, значит, оказался фактически военно отрезан от территории России, и только воздушные доставки, они являются и то, этим самым самолетом-то надо пролететь над территорией стран НАТО, понимаете, это тоже, пропустят ли военные грузы или военные самолеты страны НАТО, это же тоже вопрос такой. Понимаете, поэтому вот я бы даже сказал, что сегодняшнее положение Калининграда, оно где-то на уровне, так сказать, вот этого самого Приднестровья, извините меня. Я думаю, что, смотрите, там, кстати, они тоже, мы это даже с вами не успели сегодня обсудить, они там пытались баламутить как могли, но они давно отрезаны в этом отношении, вот понимаете, как хорошо, что Украина полностью отрезала возможность вообще каких-то там перебросов, перегруппировок, всё, это закончилось. И там действительно, я думаю, что в обозримом будущем им придётся вернуться в правовое поле, им придётся прекратить вот это всё, ну как, это просто российская оккупационная зона, но которая имеет сейчас все шансы, в общем-то, вернуться в Молдову, в правовое поле, а какие варианты, то есть, значит, то же самое, правильно, после, я надеюсь, непродолжительной осады произойдёт с Калининградом, он будет называться Кёнигсберг, как и должно быть, вот, и так что в этом отношении Путин под лозунгами того, как он там собирает, вот, это, конечно, оксюмарон уже. Ну, будем наблюдать, понимаете, это такой важный момент, потому что мы, конечно, с вами являемся участниками глубоких исторических пресс-цессов, которые происходят. Ну, у меня настроение стало лучше, знаете, настроение улучшилось, а там уж посмотрим, как дальше, но, во всяком случае, события на этой неделе, они несколько, ну так... Они очень интересны. Да, да, они так, потому что вот неделю назад было как-то мрачно, потому что, сами знаете, по поводу Авдеевки, по поводу снарядного голода, и это всё как-то нависало. А тут, вот, понимаете, открылись какие-то новые возможности и двери, и мне кажется, что это действительно очень интересно и очень обнадёживает. Ну, Алексей, дайте-ка я посмотрю какой-то день недели, а то я как-то что-то... А, это воскресенье, то есть у нас с вами есть все шансы выйти по итогам полдня. По итогам полдня, да, 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 так что будем держать важную связь. Именно так. Благодарю вас. Спасибо, Маша, спасибо, спасибо, всего доброго, всем привет. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!